ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 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 Мне очень непонятна эта фраза. Я не хожу в бассейн, потому что рядом есть красивые люди. Но эти же люди не стали просто так красивыми. Они же что-то делают для этого. Очень часто бывает, когда девочка набирает пару лишних килограмм, ее самооценка становится вообще никакущей. Тут, как женщина, соглашусь с тобой, абсолютно. Поэтому я ей верю. Я хочу изменить себя, я хочу похудеть. Ну, честно, мне она нравится, я бы ее взяла. Берем однозначно, потому что мне нравится, когда есть мотивация. Я хочу быть гармоничной, нравиться себе, летать, творить, творить. Но я понимаю, что я сама не могу это сейчас сделать. У меня не получается. Ну, вот с ней, мне кажется, тяжело не будет. Я не знаю, как на вашем поле деятельности. Я думаю, будет интересно и легко. Короче, возьмем и разберемся потом. Как всегда. Сейчас прогрею двигатель только. Давай, давай. Все. Судя по всему, Леша доедет до участницы не быстро. А значит, у нас есть время познакомиться с девушкой поближе. Меня зовут Оля Гриневич, мне 34 года. И я потеряла легкость. У меня обычно должно быть такое, вау, все, вот, вау. А вот этой легкости, вау, нет. Она, кажется, день почти работает. У нее почти нет выходных. Устала от своей работы. Устала от того, что я не могу много времени уделять детям, мужу. Я думаю, что ей нужно расслабиться. Больше уделять внимание себе. Устала от своего бешеного ритма жизни. Устала от того, что перестали обращать на меня внимание. Ей нужно отдыхать. Ходить куда-то, выходить. Легкость мысли хочется, легкость движения хочется. Потому что многие вещи стали затруднительными. Раньше Оля постоянно ставила себе цели и достигала их. Но с набором веса это изменилось. Наверное, я набрала вес из-за того, что вот этот вот постоянный ритм и неправильное питание. Вкусненькое мясо, челедочка, кетчупы добавляем, майонезы в салаты, конечно же, добавляем. Она говорит, что очень хочет похудеть, там измениться. Если она так хочет, то ей надо приняться. Ну, как бы решила походить, я ее поддерживаю в этом. Неудобства из-за лишнего веса у Оли возникают постоянно. Особенно, когда она ходит на шопе. Мне мешает лишний вес, и я не могу ходить купить ту одежду, которая мне нравится. Очень люблю занашивать прямо свои джинсы рваные и такая вот клешная рубашка. Она все закрытое носит. Я хочу, чтобы она открывала себя. У Оли есть желание, но осуществить их из-за отсутствия силы и энергии у нее не получается. Я хочу много времени уделять своей семье. Я хочу начать больше путешествовать. Маме нужна помощь, чтобы она поборола свой лишний вес и свои проблемы. Я тебя буду во всем поддерживать. Я даю до победы. Эксперты проекта также готовы поддержать Олю и помочь ей открыть себя заново. Оля еще не знает, но сегодняшний поход по магазинам определит ее будущее на ближайшие три месяца. 25 лет у Ольги было абсолютно все. Она была красивой, уверенной в себе. Проект галерея красоты поможет ей вернуть ее молодость. Я стою, смотрю на витрину и тут хоп, поворачиваюсь. Мне кажется, вам бы пошли более яркие тона. Здравствуйте. Здравствуйте. Я сразу не поняла даже, кто со мной рядом стоит. Это был Алексей. Олечка, поздравляем вас. Вы в проекте. Спасибо большое. Вау! Это просто вау. По-другому это не могу сказать. Ну что, будем начинать работать теперь? Будем. Сегодняшняя моя поездка, она, наверное, меня действительно еще натолкнет на большие цели, которые я себе поставлю. Завтра вы начинаете менять свою жизнь и первая встреча пройдет с консультантами по питанию. Но я не знаю, получится у меня это или нет. На данный момент я боюсь нашей встречи завтра. Самое главное, вы написали в галерею красоты. Это уже очень серьезный шаг, потому что с чего-то нужно начинать это движение. Нужен фундамент, с которого отталкиваться. У вас этот фундамент есть. Приход в галерею красоты. Я хочу, чтобы поменял действительно меня кардинально. Доверяйте нам, верьте, и все будет хорошо. Поздравляю вас. На следующий день Оля приехала на встречу с Виктором, консультантом по питанию Гербалайф Нутришин. Именно он будет помогать девушке в течение трех месяцев снижать вес. Оль, привет. Привет. Давай обнимемся. Немножко было и боязно, как бы и страшно. Оля, меня зовут Виктор, я твой персональный консультант по питанию. Расскажи, пожалуйста, с какой целью ты вообще пришла к нам на проект? Справить свою фигуру. Сейчас я стала обращать внимание на свой вес. Он мне мешает, просто мешает. А для чего ты хочешь похудеть? Я хочу вернуть себе ту себя, когда я была стройненькая, худенькая. Нет этой легкости. Полета легкости вот этой моей. То, что было до этого. Расскажи, что ты ешь в течение дня? Я готовлю много всего разного и конкретного, что у меня нет. Всегда что-то вкусненькое мясо, челедочка, кетчупа добавляем, майонезы в салаты, конечно же, добавляем. У меня там завтрак начинается не с утра, а уже ближе к обеду. А потом во второй половине дня это у меня уже и обед, и ужин. Как ты относишься к сладкому? Сладкое я люблю. Сладеньким грешу иногда. Идешь так вот, и хоп, что за такое в магазине захотелось. Ну, конфетка какая-то. У человека отсутствует система питания. Как ты сама видишь, в чем причина набора веса? Неправильно питаюсь. Мало сплю. Бешеный мой ритм, график. Я поверил и захотел помочь человеку. Скажи, пожалуйста, как ты в этом весе себя чувствуешь? Я себя дискомфортно чувствую. Это мне душевно мешает. Я понимаю, что я себе эстетически, как женщина, перестаю нравиться. Я себя действительно чувствую старше. Значит, смотри, насколько я понял, нам нужно будет с тобой поработать над весом, чтобы ты чувствовала себя моложе и увереннее, правильно? Да. Прекрасно. Со своей стороны, как консультанта, я уверен, что могу и помочь. И, в общем-то, знаю, что для этого нужно делать. Чтобы составить план работы, девушку замеряют на специальном приборе Танита. Он показывает 9 параметров организма. Среди них точный вес, биологический возраст, процент жира и процент мышечной массы. Я встала на весы, и мне было страшно, мыслей было куча. Прибор показал твой вес на сегодняшний день. 78 килограмм, 400 грамм. Под расстроилась. Твой биологический возраст составляет 49 лет. 61. Нет, я думала, но не настолько много. Вообще, это немыслимо для меня. Оля, ты понимаешь, что это нужно менять? Да, понимаю. Я поняла, что надо брать и действовать. Я увидел, что Оле реально можно помочь. Я тебе расскажу, как мы будем работать. Значит, первое, тебе нужно будет регулярно приходить к нам в клуб здорового образа жизни. Клуб ЗОЖ – это место, где собираются люди, которые объединены общей идеей создать лучшую версию себя. Для достижения цели я это буду делать. Очень важным моментом будет являться заполнение дневника питания. Это бланк, который ты заполняешь, записывая все, что ешь и пьешь в течение дня. Это приведет к результату. А начнем мы правильное питание с правильного завтрака. Поэтому с завтрашнего дня мы добавляем в свой рацион продукты компании Herbalife Nutrition. Твой завтрак будет состоять из трех продуктов. Первый продукт – это напиток алоэ. Он поддерживает и запускает работу нашей пищеварительной системы. Второй продукт – это травяной напиток. Шикарно бодрит, тонизирует, богат антиоксидантами. Третий продукт – это еда в стакане. Это протеиновый коктейль. Это основа программы снижения веса. Он состоит из качественного белка, медленных углеводов, правильных жиров, а также содержит комплекс витаминов и минералов, и все это в балансированном виде. И мы будем заменять два приема пищи. Кроме него, ты будешь есть обычные продукты. Я составлю тебе персональную программу питания, которую буду корректировать на протяжении всех трех месяцев. Надо брать и действовать. Просто брать и действовать. Потому что если я сейчас не сделаю этого, дальше будет хуже. Я тебе уверяю, тебе будет комфортно, тебе будет сытно, тебе будет вкусно. Мы будем с тобой снижать вес абсолютно без чувства голода. Я четко увидел, что Оля мне доверяет как консультанту. Мне это, в принципе, очень понравилось. И это, в общем-то, прогнозирует легкость, наверное, в работе. Оля, видимые результаты ты получишь уже через две недели. Ну, давайте попробуем. Давайте попробуем. Я готова поставить цели на проект. На следующий день, с самого утра, Оля приехала к Вите в клуб здорового образа жизни. Сегодня я пришла в гости в клуб к своему тренеру. Сегодня он меня будет учить делать коктейль. Для этого нам понадобится вода холодная, вода горячая, непосредственно коктейль и бланк. Так, наливаем горячее олень. Берем три ложки. Так как хожу на работу и не всегда есть время посетить тренажерный зал, у меня есть такой мой чудо-халаху. Это у меня гантели. Потом у нас есть степ. Вот такие упражнения минут 30-40. Мини-зарядочка я делаю с утра. Так что всем хорошего утра. Сегодня я еду в гости к Марии. И мне очень интересно ее мнение о моем гардеробе. До этого мы не встречались лично. И мне было очень интересно узнать, что она за человек. Показывай, что ты принесла. Это что? Это куда мы носим? С чем мы носим? Это носим каждый день. С штанами. Любыми. Ой, в целом гардероб это у меня гардеробное настроение. Ой, прелесть какая. Тоже с какими-нибудь брюками больше. Как ты связываешь с тяги или сзади? Спереди. Молодец. У людей обычно есть какой-то определенный стиль. А у меня этого, наверное, нет. Штаны. Ну это леггинсы, а не штаны. Ну это может быть. Я поняла. Может быть. Кофта. Кофта с открытыми плечами. Сделаем еще меньше их, да? Да. Было бы хорошо. Ты чего? У тебя красивые плечи. А что смущает? Тело все крупноватое, уменьшится. Ну это же все решаемо. Ну рабочий вариант, можно сказать. А вот это плохо. Как ты думаешь, почему это плохо? Не знаю. Если ты хочешь сузить плечи, то это вот самая грубая ошибка. Ты их за счет этой полосы немножечко, верхнюю часть расширила. Ты себе немножечко укоротила шею. И дальше просто не отметила ничего. У тебя красивая грудь, у тебя тонкая талия, у тебя прекрасный переход между талией и бедрами. Вот. А здесь этого не видно. Ну. Это синяя, там тоже будет платье у нас и такая рубашка сверху. А это рубашечка для смолтости моей мамы. Ну, просто ужасно. Сразу себе годков так 30 просто накинула с этим. Ну нельзя. Нельзя молодой красивой девушке надевать это. Ну посмотри. Вот это вот так вот это выглядит со стороны. Тебе это нравится? Дешевое кружево, дешевые стразы, синтетическая ткань. Ничего не подчеркивает. Это не современно, это не модно, это отвратительный крой. Ну все плохо. Думаю, боже, Оля, как ты могла это вообще? Знаешь, давай сегодня во имя легкости, во имя женственности мы будем нагло уничтожать эту вещь, которая, ну правда, тебе не идет, она тебя садит. Но ты же другая. Вот там ты другая. Да. Я согласна. Согласна? Да. Действительно. Чего я вообще носила? Ну давай. В смысле о том, что мы убираем вот-вот все это непонятное из твоей жизни, все то, что тебя портит, и добавляем легкости. Я не думала, что это будет настолько вот легко избавиться от этой вещи. Ружавчики. Ты знаешь, что, наверное, в другой бы день был, я, наверное, даже пожалела бы. Но не знаю почему. Или у меня сегодня просто такое настроение. Ну я действительно просто вот, ну, ну все. Режем? Режем, режем. Ужавчик. Продолжаем. Как настроение? Хорошее. Хорошее? Да. Ей стало легче. И это самое главное. И нет, самое главное, наверное, то, что эта вещь больше не появится в ее гардеробе. А вот то, что ей стало легче, это второе. Я очень надеюсь, что таких вещей больше в твоем гардеробе не будет. И с леггинсами ты справишься. Да. И пояс наденешь в это хватит. Договорились? Да. Я прям буду следить за этим. Все просто, все легко. Человек четко понимает, для чего ему все это, что он тут делает, и что он будет к определенной цели. Молодец. Оля вернулась домой и готова поделиться своими впечатлениями. Я сегодня была у Марии. Ну, не все так критично, как я думала. Были вещи, которые были забракованы, и мы с ними делали такие вещи, что я даже никогда не думала, что я буду там крошить, резать или еще что-то делать со своими вещами. Время идет. Я надеюсь. Ну, объемы, да, я не отрицаю, что они ушли, но справиться с весом у меня пока не получается. Я очень волнуюсь, честно вам сказать, потому что завтра еду на встречу с Алексеем. В завтрашнем дне сплошной мне легкости. Я сама себе это желаю. Алексей, пожалуйста, задумайтесь, что мне тяжелого ничего не надо придумать. Все только-только самое легкое. Леша прислушался Коле. Сегодня ее испытание будет посвящено именно теме легкость. Как ты вообще, моя красавица? Ну, лучше, чем было. Ты понимаешь на 100% те аспекты жизненные, которые мешали тебе жить? Да, сейчас я уже понимаю. Хочу, чтобы ты взяла вот этот маркер, и на каждом из шариков мы напишем все то, что делает твою жизнь тяжелой. Надо было избавиться от вещей, которые меня тяготили. Давай начнем писать вот те вещи, которые тебя реально выводили в жизни. Вот сколько хочешь, шариков, столько и запомнили. Я знаю, что, наверное, точно напишем. Это работа. Она каждый день почти работает, и у нее почти нет выходных. Как робот. Работа, 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 работа. Где-то в какой-то момент меня даже дети не видели дома. Я понимаю, что я им хочу дать детство. Меньше работы. Я уже это пытаюсь сделать. Меньше работать и проводить больше времени со своими близкими. Ты можешь написать, например, у тебя кто-то раздражает, мешает тебе наслаждаться. Ты можешь тоже этих людей, факты какие-то, все писать. Ладно, окружение негативных людей. Они такие есть, потому что, ну, когда знаешь, много работаешь, у тебя все получается, а у них не получается, они начинают завидеть. Я знаю, что это такое. Сейчас я меньше буду работать, я успокоюсь, я буду больше посвящать времени себе, своим близким. Идем дальше. Идем дальше. Это не лень, но это, наверное, нехватка времени. Я думаю, что ей нужно расслабиться, больше уделять внимание себе. У меня такого не бывает даже, что я там, как все люди ходят на больничные, еще что-то. Ай, ну, все, я тут поболею денек, и я дальше работаю. То есть я даже понимаю сейчас, что я болеть не позволяю. И это неправильно. Оль, а ты вот, ты себя на какое вот место ставишь в семье? Ну, вот первая семья, там уже второе место, это будет работа. Ну, третье уже друзья, ну, вот на четвертом я. Я устала от того, что перестали обращать на меня внимание. Очень хочу быть на первом месте. Так, что еще было? Немного из-за лишнего веса. Я чувствую стеснение, потому что мне хочется одеть одежду более молодежную какую-то, а не всегда у меня получается ее найти там, купить. Она все закрытое носит. Я хочу, чтобы она открывала себя. Давай напишем внешность. Я, наверное, не обращаю внимания практически на себя. Даже до этого я вообще не обращала внимания на себя. Сейчас я стала обращать внимание. Я хочу сама себе нравиться. Есть что еще добавить? Я всегда в силу своего характера должна быть лидером. Я сказала, вот должно быть так, это должно быть так. Всегда хочется добиться, что нет, я права. Нет, да, я сказала, значит, вот, и все. Ну, а теперь я отпускаю ситуацию иногда. Учусь поступать мужу. И действительно, не всегда бываю я права. Бывает, что действительно надо прислушаться к мнению другого человека. А раньше я не прислушивалась к мнению другого человека. Может быть, просто я раньше не любила, а сейчас я люблю, поэтому я прислушиваюсь к мнению другого человека. Я надеюсь, что вот она написала это осмысленно. Давай соберем сейчас эти шарики. Это все то, что мешало тебе быть легкой. Хочу, чтобы ты вот порвала, как говорится, с прошлым. Отрезала, чтобы шарики эти улетели раз и навсегда. Я просто поняла, что все, надо отрезать, отпускать. Всю эту тяжесть полностью отпускать от себя. Все, оно тяжелое, надо отпускать. Я уже не могу, надо резать, реально. Все. Давай. Дайте обниму. Молодец. Казалось бы, уже когда все, шарики улетели, но нет, она не остановилась на достигнутом. Мы отпустили, а это всю тяжесть до конца. До конца всю тяжесть надо разбить. Не только отрезали, отпустили, но мы ее до конца еще и разоб... Она уходила, как мне кажется, на лихте. Обещаю, торжественно клянусь, что я буду себе уделять время, семье, своим любимым, а не отодвигать их на второй план. Клянусь, клянусь, клянусь. Испытание было не тяжелое. Почему я сейчас улыбаюсь? Потому что после этого задания у меня появилась легкость. Спасибо, действительно, такому проекту, как галерея красоты. Они залезли в мои глубинки души и сказали, вот, разберись. А действительно? И зачем тебе это вообще все надо? Ты же другая можешь быть, ты можешь быть гораздо лучше. Я сделала для себя определенные выводы. Я их сделала. За это большое спасибо. Я не знаю, сегодня у меня, наверное, такое видео более... Более, наверное, о моих чувствах. Я все время такая позитивная, там все хорошо, но я понимаю, что у меня идет время, а у меня ничего не получается. Я все делаю правильно. Я уже, скажем так, мне уже просто надоедает. Я питаюсь правильно. Я хожу в тренажерный зал, хожу на бассейн, на кучу всяких занятий, на работе бешеный ритм. И просто вес стоит на месте. Стоит на месте, за дня в тень, ничего не двигается, никуда не уходит. А время идет. Мне это уже просто надоело. Я не могу. Я понимаю, что мне не получается. Притом даже, что я работаю все время в тандеме со своим консультантом. Но почему, я не знаю. Оно не получается. Я не знаю. Я не знаю, что с этим делать. Как с этим бороться. Все очень сложно. Не могу. Всем привет. Сегодня в кино у меня выходной вечер. Вот билетик на очень интересные фильмы. Потом поделюсь в полном впечатлении. Мы вышли с кинотеатра. Полный впечатлений. Мне все очень понравилось. Мы едем на общественном транспорте домой. Спокойной ночи. Я вас всех люблю. Прошло полтора месяца проекта. Благодаря правильному питанию с продукцией Гербалайф Нутришн, посещению клуба ЗОЖ и выполнению рекомендаций консультанта, Оля начала снижать вес. Пришло время подвести промежуточные итоги. Оля, привет. Добрый день. Оля, как твои дела? Ну, вот как видишь. Вижу, выглядишь шикарно. Правда. Оля, молодец. У тебя потрясающий результат. За полтора месяца всего ты снизила целых 8 килограмм. Вау, я тебя люблю. Тебе нравится вообще твой результат? Ты довольна? Да, я старалась так. Для меня это не просто килограмм. Оля, у тебя очень активный образ жизни идет, очень насыщенный график. В этом ключе я хочу сделать тебе сюрприз, я хочу сделать тебе подарок. Ура, сюрпризики! А я сюрпризики люблю. Познакомить тебя с удивительным человеком – это потрясающий просто шеф-повар, который тебе научит делать быстрое, полезное и невероятное блюдо из книги рецептов «Герблэф Нутриш». Пойдем, пожалуйста, ознакомиться. Идем. Ну что ж, Оля, ознакомься, это Дима. Дима, это Оля. Сольчик, очень приятно. Видно, что человек живет своей профессией, это ему дано от Бога. Ребята, уверен, у вас все замечательно получится, не буду вам мешать. Я пошел, всего доброго. Знаешь, все-таки не зря говорят, что мужчина – это повара от Бога. Для овощной запеканки нам понадобится томатный суп с базиликом, протеин, помидоры, морковь, кабачок, чеснок, яйца, молоко, сливки, зелень по вкусу, ну и специи. Предлагаю тебе замешать соус. Для этого нам понадобится протеин, две мерные ложки, и томатный суп, три мерные ложки. Сюда мы добавляем три яйца, сливки и молоко. Сейчас я чуть-чуть измельчу. Чеснок. Сюда добавляй? Мы добавим сейчас с тобой сухой чеснок, дополнительно для аромата, для пряности. Возьмем смесь из пяти перцев. Только красного поменьше. А ты пробовал красный вообще? Нет, я вообще устроен не я. Ты думаешь, что он острый? Да. Попробуй, пожалуйста, его. Точно не острый. Попробуй. Вот попробуй. Вот все думают, что красный – это острый. Попробуй. Да, не острый. Серьезно? Все это мы с тобой высыпаем. Берем блендер. Слой кабачка. Потом морковочка. Потом опять кабачок. Потом опять морковочка. Заливаем смесью. Сейчас мы ее отправляем в духовку на 40 минут. Ну что, наши запеканки готовы? Достаем? Достаем. Так, ну что? Олечка, предлагаю тебе попробовать. Осторожно, только горячо. Очень вкусно. Вкусно? Это вау-боба. Честно сказать, вау-боба. Я была просто шокирована, что можно просто с овощей и продукта Гербалайф приготовить такую запеканку вкусную. Легко? Да, легко. Вообще вкусно, реально вкусно. Прямо мууу. Я очень рад, что смог тебе помочь, чему-то тебе научить. Всегда рад. Если ты ко мне обратишься, всегда помогу. Большое тебе спасибо. Спасибо. Я настроена на работу, потому что я хочу результат. И потом этот результат хочется увидеть, сохранить и пользоваться. Я вернулась со встречи с Витей. Хороший настроение. Он меня просто вдохновил. Цифры меня просто поразили, очень шеломляющие. Действительно, результат есть. Друзья, всем привет. Я была на встрече с Марией. Одежда влияет на то, как нас воспринимают окружающие. А еще самое главное, она влияет на то, как мы себя чувствуем. И сегодня я хочу, чтобы мы с тобой подобрали несколько образов, которых ты не носишь в обычной жизни, для того, чтобы ты себя почувствовала иначе и морально подготовилась к финалу. Мы подбирали образы. Мы возьмем с тобой темно-фиолетовые брюки. Хорошо. Лиловый такой жакет. Нет, вот это мы брать не будем. Прошла, скажем так, я небольшой ее курс обучения по одежде. Интересно, когда ты обыгрываешь классику. Да. Например, эти брюки. Футболка такая классная, может, даже немножко рваная, да? Какая-нибудь байчка, какие дончики. Кроссбоди. Хорошо же. Была очень интересная встреча. Марии, спасибо большое. Для себя я сделала определенные выводы. Все, всем пока. Друзья, вы знаете, что, когда я стала выходить в объемах, когда я стала меняться, это не просто правильное питание, это не просто похудение для меня, это просто реальное изменение моего образа жизни. Сегодня финал телепроекта «Галерея красоты». Не буду расстраиваться, потому что сегодня очень значимый день, но также для меня он очень волнительный. До встречи в выпусках «Галерея красоты» с продуктом «Гербалайф внутри». Вот и наступил один из самых волнительных этапов проекта – финальное преображение. Маша уже подготовила образ для Оли и дает последние рекомендации профессионалам. Героиня не знает, что ее ждет, поэтому очень волнуется. Волнение, страх не расплакаться, потому что, ну, чувства переполняют. Привет. Присаживайся. Оль, твой образ будет непривычен для тебя, но я обещаю, что ты будешь выглядеть потрясающе. Договорились? Да. Доверяешь мне? Да. Прекрасно, девочки, начинайте. Спасибо. Олин образ будет шикарным. Мне уже не терпится ее увидеть. Добрый день. Вот и прошло три месяца, как Оля у нас в проекте. Давайте посмотрим, какой она к нам пришла. Вы знаете, героиня показалась мне какой-то уставшей и сложилось впечатление, что у нее просто в жизни нет цели. К тому же она выглядела старше своих лет и ставила себя далеко не на первое место в своей жизни. Лишние килограммы, как вы понимаете, совсем ей легкости не добавляли. Проблему, кстати, веса и фигуры мы решили, подобрав ей комфортное, правильное питание, а продукты Герблайф Нутришн нам в этом здорово помогли. Это вау-бумба. А знаете, что я сделал с Олей? Мы вышли на улицу и выпустили в воздух все те проблемы, которые ее тяготили. Все, оно тяжелое, надо отпускать. Я уже не могу. Мы отпустили, а это все тяжесть до конца. До конца все тяжесть надо разбить. Не только отрезали, отпустили, но мы ее до конца еще и разбили. А мы с Олей уничтожили тот гардероб, который делал ее старше. Первое, первое. Ужавка, правда, ужавка. И сегодня вы увидите новую, молодую, стильную, дерзкую Олю. Слушайте, ну тогда давайте пригласим молодую, стильную и дерзкую Оля. Я вхожу в зал, пыталась свои эмоции сдержать, не расплакаться, потому что хотелось быть действительно вау, супер. Я видела Ольгу, это другой человек. Изменилась до неузнаваемости. Хочешь себя увидеть? Подойдем к зеркалу, и сейчас ты эту звездочку увидишь в отражении. Когда я встала перед зеркалом, чувства меня переполняли. Я понимала, что уже эмоции мои просто вот зашкаливают. И я понимала, что я могу расплакаться. Поехали. И я потеряла легкость. Поехали. Вау. Правда, да? Верди. Верди, супер. Сама от себя я не ожидала, что я такая буду и элегантная, и взрывная. Я стала рассматривать, рассматривать, рассматривать и воспринимать этот образ. Я понимала, что вот он, этот момент X. Хоть мы спорили, но это супер. А вы спорили? Да. Вы тоже спорили, да? Мы очень много спорили. Она ничего не видела, но мы просто спорили. Она говорит, вот я чувствую не тот, не так, не там. Я говорю, подожди. Все будет хорошо. Это того стоило. Стоило. Ну что, Олечка, ты готова узнать твой нынешний вес? Готова. Пойдем замеряться. Итак, твой вес до начала проекта составлял 78 килограмм 400 грамм. Мы начали работу. И на сегодняшний день барабанная дробь. Олечка, ты весишь 68 300 минус 10 килограмм 100 грамм. Потрясающе! Оль, за три месяца ты ушла в объемах, знаешь, на сколько? На 51 сантиметр. Оль, это больше, чем полметра. Оль, это больше, чем полметра. 51 сантиметр. Скажи, пожалуйста, ты чувствуешь себя моложе? Да. Ты биологически помолодела на 12 лет. Друзья мои, 12 лет минус. Ты невероятно молодец. Правда, я тобой очень горжусь. Умничка. На достигнутом я уже не остановлюсь, потому что я хочу еще более красивую Олю. Помни, что ты уникальная. Помни, что ты прекрасна. Помни, что ты достойна заботы и любви. Договорились? Да, договорились. Удержи то, что ты приобрела на нашем проекте. Это очень важно. Спасибо. 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 Я хочу сказать большое спасибо, огромнейшее спасибо этому проекту. Спасибо моему консультанту, который постоянно со мной работал в тандеме, чтобы я пришла к этому результату. Потому что без Витиной помощи я бы к этому результату, конечно, не пришла. Потому что было очень много нюансов, очень много моих нервов, сомнений. И все время я его заставляла, спрашивала, надоедала своими вопросами. Поэтому спасибо большое, что этот проект есть. Он меняет людей. И просто я уже без этого жить не могу. Я стала себя больше любить. Я стала к себе более лояльно относиться. Но все-таки же, да, уже девочки. Мы же должны сами себя лепить. И позволять другим себе лепить. Девочки, делайте свой выбор осознанно. И у вас обязательно все получится. Девочки, делайте свой выбор осознанно.